...коронавируса в Москве. Мэр Сергей Собянин продлевает длинные выходные. Сейчас они заканчиваются в понедельник, 14 июня до 19 июня. Мэр подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников, то есть удаленка. Таким образом, длинные выходные в Москве продлятся вместо 3-9 дней со 2 по 20 июня. С 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку. То есть, снова мера, которая уже была, не менее 30% работников предлагает мэр перевести на удаленку, и кроме тех, кто получил прививку. Сейчас мы обсудим ситуацию с ковидом. Цифры в Москве и в России выросли. Суточная заболеваемость этим заболеванием в Москве достигла максимума с начала года. На 12 июня в Москве выявили 6700 инфицированных. Этот показатель примерно соответствует декабрю прошлого года. Тогда в день выявляли по 7000 больных. Теперь же заболеваемость только за одни сутки выросла почти на 900 случаев, или примерно это 14%. Многие болеют по второму разу. Те, кто прививался, тоже случается, заболевают. Но у них течение болезни проходит, конечно же, легче, чем у тех, кто не привит. Обсудим с Александром Ванюковым эту тему. Он заведующий отделением рентген-хирургии 52-й городской клинической больницы. Александр, здравствуйте. Слышно ли студию Дождя? Здравствуйте. Здравствуйте. С чем вы связываете рост? С тем, как говорили московские власти, что весенний пик заболеваемости, традиционный, весенний, он сместился на июнь или с чем-то другим? Трудно сказать, но, видите, сейчас во всем мире выросла заболеваемость. К нам пришли штаммы из Англии и Индии, судя по тем данным, которые публикуют иногда лаборатории. Ну и плюс у нас, по-моему, около 6% населения привито, если не меньше. Соответственно, трудно ждать какого-то улучшения, пока мы не переболеем или не привьемся все. Как вам кажется, вот эта мера Собянина снова сделать, продлить нерабочие дни и перевести часть сотрудников непривитых старше 65 лет на удаленку тех, кто не привит? Насколько она оправдана? Потому что еще вчера, например, мэр Москвы заявлял о том, что власти Москвы не будут ужесточать антиковидные меры в столице. Ну, я не знаю, насколько это рабочая история, потому что, ну, все, кого я знаю, кто может работать на удаленке, тот с нее и не выходил практически. Вот. А, собственно, что мешает людям отдыхать и встречаться в нерабочие дни? Если мы посмотрим фотографии с пляжей Сочи, Калининграда и так далее, то, в общем, нерабочие дни только усугубляют ситуацию, мне кажется. Ну да, потому что люди больше общаются, и, видимо, поэтому, тем более погода будет на следующей неделе в Москве плюс 30, я хочу напомнить. Да, что касается привитых, какое у вас наблюдение за тем, как проходит течение болезни у тех, кто привился, и все-таки насколько действительно много, по вашим данным, заболевают сегодня привитые люди? Ну, у меня данных каких-то нет. У меня есть несколько человек в моем ближайшем окружении, кто привился и заболел, тем не менее. Но вот все эти несколько человек переболели очень легко. В общем, несколько дней какого-то недомогания и все. Поэтому, ну, выводы трудно делать, да, на такой маленькой выборке, но, тем не менее, все говорит о том, что привитые люди пусть и заболевают, но болеют легко. Вот. Но никто не обещал, что прививка дает стопроцентную гарантию. Безусловно, последний вопрос. Как все-таки повышать в Москве и в России эту осознанность наших граждан, чтобы люди прививались? Потому что вот на прошлой неделе Собянин в разговоре с нами говорил о том, что он ожидает, что привьется до конца года в Москве еще миллион человек. Но это катастрофически мало для такого большого города, как Москва. Ну, я не знаю. Честно говоря, надо повышать доверие друг к другу и к власти в частности. Потому что пока все, что говорится из телевизора, да, хочется избежать этих событий. Но что касается прививки, это не так. И действительно, прививаться надо. Надо везде, на каждом углу, из каждого утюга об этом говорить. Рассказывать, почему это безопасно, почему те, кто привились и тем не менее переболели, это все равно лучше прогноз, чем переболеть неприявившимся. Все время рассказывать и развенчивать некий миф о том, что растет количество тромбозов после прививок, много осложнений, после прививки люди болеют. Нет, после не значит следствие. Да, болеют, но болеют легче, болеют не так тяжело, не требуют госпитализации. Не знаю, у меня нет рецепта. Я привез еще в октябре, поэтому все мои близки тоже под нажимом. Только убеждением. Знаете, как говорил профессор Преображенский, лаской, исключительно лаской. Лаской, да. Александр, последний вопрос. Когда ревакцинация должна начинаться? Ну вот вы привились в октябре, например, и тоже много споров. Сколько действует прививка? Год, полгода, три месяца? Вот по вашему опыту, через сколько нужно повторять прививку? Ну, у меня нет никакого опыта на этот счет, и так же, как и ни у кого. Поэтому тут сказать трудно, потому что, во-первых, непонятно, чем ревакцинироваться. Во-вторых, неизвестно действительно, сколько держится иммунитет. И то, что было заявлено там 6-9 месяцев, некоторые эксперты говорят, что после этого срока требуется ревакцинация. Пока это ничем не подтверждено. И опять же, непонятно, какой вакциной ревакцинироваться. Поэтому, в общем, вопрос остается открытым. Мы тоже ищем ответы на него.